ребятушки всем привет сегодня сниму вам видео по поводу москвича как мы его отогнали приятелю в деревню урывки будут как я был за рулем и ехал рывками вам покажу салон как работает двигатель по косякам пройдемся немножко купили мы личинку в замок это было вообще ни о чем она буквально один раз запустил автомобиль потом при попытке поставить личинку в замок и подключить провода машина запускалась сама по себе мы потерпели фиаско и пришлось купить новый замок по расходу бензина я бы не сказал что москвич много берет так как за 40 километров мы заправили 6 литров и стрелка уровня бака в принципе чуть-чуть только упала при том что я ехал 100 километров местами только 80 стабильно 100 110 без всяких проблем без нареканий автомобиль приехал в точке а в точку б то есть в таком плане пройдемся по косякам по кузову тут тоже на пороге имеется ржавчина но это тоже ни о чем это такие пупырышки зачистить обработать хорошим грунтом что будет ездить ну и тут еще у нас одна дырочка тоже латочку вырежет приварить заварить тоже думаю проблем больших с этим не будет резина резина у нас очень уставшая что одна что вторая тяжело будет ее гнать деревню так как там гололед на летней резине опасняк салончик обычный ничего такого нету принципе все работает замок чтоб магнитофон никто не украл денег небольших стоит дед опасался что его украдут это хорошо что взяли машину от деда он трепетно относился к автомобилю берег его принципе и мы если покупаем автомобили носимся к ним хорошо обслуживаем ухаживаем и бережно относимся к ним как запустим двигатель покажу вам урывок видео масло предыдущий владелец поменял антифриз в редукторе масло от 17 тоже поменял автомобильчик обслужив по тормозам все знают какие на москвичах тормоза не очень не просто также снимали эти фильмы берегись автомобиля не просто так тормоза такие на уаза так скрипят советской техники плохие тормоза москвич как говорят и тяжело разогнать тяжело остановить так что как то так сутку топтал стабильно белой 110 местами на полпути он решил меня обогнать он это ребята мой друг который купил этот москвич его же т4 и ему же мы ремонтируем иногда mercedes 124 коричневый который уже был видоса ему видно было стыдно что он на фольксвагене едет сзади москвича были водители понаглее по деревне можно у нас ехать 50 километров в час с ограничением 19 мы ехали 65 а он примерно 80 через сплошную все по барабану и тут перед последняя деревня остаются такие уже препятствия убитые дороги василий звонит мне говорит тормози москвича поедешь на моем т4 там хоть купил он его буквально две недели назад я хочу проехаться на москвич я говорю василий не вопрос я на т4 еще и не ездил как я сел я охренел 2.5 турбодизель вообще суперская машина ну и он сел за москвича он так начал топтать по этим ямам я думаю километров 80 я его вообще потерял пропал с моего вида вообще я же не буду убивать его т4 если по чуть-чуть перебирал ямы в таком плане я а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и вот, ребята, наконец-то мы в деревне. Поснимаю я своего автомобиля, так как это было уже вчера. Все по плану прошло. В деревне у него прекрасно. Мы посидели с его батей, поели колбаски. Василий меня отвез назад в город. Отцу он сразу и не сказал, что это ему москвич он взял. Отец у него старший человек, он обрадовался. Все люди, выросшие в Советском Союзе, им, в принципе, очень нравится советская техника, я так думаю. По сравнению с Жигулем, очень мощный автомобиль, в принципе. К вам вопрос. По поводу москвича и Жигуля, сколько я заработал. Снять видос или не стоит? Напишите. И по поводу цен. Писать в рублях или в гривнах, или в долларах. Вам, ребята, что? Спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...